Приветствую вас, Алёна. Вы знаете, судя по тому, что вы пишете, я могу предположить, что у вас имеют место быть определенные проблемы, ну, в личном плане, то есть, ваши собственные, если можно так выразиться, индивидуальные проблемы, которые вы пытаетесь решить за счет, собственно говоря, вот, мужчин. Потому что совершенно точно ваш вопрос я помню, и совершенно точно, что вы ограничиваете столько с такого рода вопросами, вы не расстраиваетесь в себе, а это необходимо для решения проблемы. Потому что ваш вопрос, он даже направлен не на решение своей проблемы, вашей проблемы, он направлен исключительно на решение текущей задачи. А решить текущую задачу без решения ваших проблем невозможно. Вы пишете, что познакомились с Алексеем, вы искали водителей для постоянных поездок. За время ваших постоянных поездок, значит, Алексей стал за вами ухаживать. И у вас начали завязывать соотношения, но Алексей был женат, и поэтому с вами расстался. Возитель вас, естественно, так же перестал. У него был брат, и есть брат Андрей, которого он вам представил в качестве запасного варианта, на случай, если сам не сможет вас куда-либо отвезти. И вы стали ездить с Андреем, потому что Алексей перестал вас влазить. Вы знаете, на мой взгляд, поведение Алексея здесь, как минимум, непрофессионально, потому что он сам начал за вами ухаживать, и, в общем-то, сам, по сути, вас оттолкнул потом. То есть он сам делал какие-то шаги навстречу вам, а после с вами разорвал отношения, аргументируя тем, что он не свободен, и перестал вас влазить. Это странно, это безответственно, это малодушно, это очень незрелое поведение. Очень незрелое поведение. То есть самое главное, если здесь нужно понять, что поступок Алексея в данном случае безответственен и невзрослый. Далее вы сближаетесь с Андреем для того, чтобы знать хоть что-то об Алексею. То есть, по сути, Андрея вы используете, используете как некое средство. Андрей начинает за вами ухаживать, пытается вас обнять, вы его отталкиваете, говорите любите его брата. Андрей, по большому счету, продолжает вас влазить, но с вами более сдержан и более холоден. Не очень понятно, как вы к этому относитесь, считаете ли вы это адекватным поведением или нет. Спустя какое-то время ваши чувства к Алексею прошлили, и вы посмотрели на Андрея, как на мужчину, попытались с ним сблиться, но он дал вам отказ. Вы обиделись на него и никакого-то время с ним не общались. Вот у меня вопрос, а из чего состоит ваша обида? Почему вы обидели на его отказ? То есть, вы считаете, что Андрей поступил неправильно? Как вас задел его отказ? Почему, кроме этих двух мужчин, больше мужчин в окружении вас нет, на которых вы могли бы обратить свое внимание? Дальше, вы спустя какое-то время написали ему привет, попали вы на то его состояние, когда он был под алкоголем, и он вам начал писать. Различные теплые вещи. На что вы, соответственно, спрашиваете, стоит ли ему верить, когда он пьян? Ну, совершенно очевидно, что это то, что он чувствует. Вопрос в том, что он чувствует. Что он не знал о том, что у вас что-то с Алексеем, ну, как мне кажется, полная чушь, потому что не может не может брать, который общается с братом. Ну, братья, да, не могут не знать, что с ними происходит. Все, Алексей не сказал Андрею про свое чувство к вам, но мне тоже сильно сомнительно. Есть ощущение, что Андрей пытается получить то, что не оценил Алексей. То есть, как-то вот соперничает с Алексеем. И да, его чувства к вам, а не искренне. Но вопрос в том, как к вам относится Андрей, как он вас видит. Опять же, имейте в виду, что Андрей уже не первый раз выпивает. У него вполне может быть есть проблемы с алкоголем. Это первое. Второе, это то, что он, я так понял, водитель. А вы, ну, вы занимаетесь другим. Соответственно, не факт, что вы друг другу подходите. Не факт, что вам будет нести интерес. Вот. Дальше, что я могу сказать. Вы не доверяете себе. И вы не до конца отдаете себе все, что с вами происходит. Потому что это ваши обиды на Андрея. Это ваши не очень понятные отношения с Алексеем. Вот. Это восприятие Алексея, Андрея как мужчины. Только, вероятно. Или Алексей как мужчины. Вот. Это все свидетельствует о ваших внутренних проблемах. Личных, личных проблемах. В основном это проявляется в страхе перед серьезными отношениями. Вы боитесь о серьезных отношениях, и вы не выстраиваете их. Так вы делаете все для того, чтобы эти отношения закончились. Потому что, к примеру, когда Алексей перестал с вами общаться и дал вам отказ. Ну вы, при наличии ваших чувств, могли бы настоять на том, что окей, не хочет отношений, и хорошо, давай просто будем общаться. Вот. Или не хотели бы узнать, что о нем, из-за того, что он так поступил с вами. Вот. Он вам нужен. То есть отношения вы воспринимаете, как никакой ответ для себя. И это проявляется как с Алексеем, так с Андреем. Вот. И по большому счету это нужно учитывать. То есть, прежде чем думать, что вам делать с Андреем, да, вам необходимо разобраться в себе, чтобы вы четко понимали, что вы хотите, что вы чувствуете по отношению к Андрею. В какой направленности ваше чувство. И тогда уже думать, как поступать, как поступать. А сейчас это выглядит просто как Бабрин. Вот просто как вот. Вот то, что вы пытаетесь спастись от одиночества, например, или от чего-то еще. Такой вот ответ. Я могу вам дать. Дальше. Значит. Какие вот слова являются правды? Да все. По большому счету. Как он ко мне относится? Не знаю. Об этом нужно спросить его. Почему вы спрашиваете об этом? Психологов не очень, не очень понятно. Не очень понятно. Почему он на древнюю голову не отвечает мне за ним за им все? Потому что контроль. Контроль. Опьянение. Лодку до контроля. Ослабляй. Ведь как так. Значит. Что мне сейчас делать? Делать, чтобы что? Чтобы что делать? Вы пишите, я не хочу его потерять. Скажите, пожалуйста, как можно потерять человека? Человек это не вещь. Человек это не предмет. Как можно человека потерять? Дальше. Он мне нравится. Хорошо. Допустим. Допустим. Допустим, что он вам нравится. Но. Возникает вопрос. Что представляет из себя ваша симпатизация? Как она отражается у вас в сознании? Как вы ее чувствуете? Вот с этим нужно разобраться. И когда это будет сделано, я полагаю, вы получите более четкое представление о том, что вам делать. и в какую сторону в сторону двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго.